СОЦИАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ Что называется социальным или общественным бытием? Вот вопрос. Мы здесь исходим, когда выбираем категорию и соответствующее название, исходим из методологии исторического материализма или из материализма, примененного к истории. Причем диалектического материализма, примененного к истории. Что гласит основное положение материализма, примененного к истории? Что определяющим во всей человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. А что значит производство непосредственной жизни? Это значит производство людей. Если людей не производить, то человеческий род на этом закончится, и вся история тоже закончится. И второе, что в известном смысле эквивалентно, если вы не будете производить средства для жизни, для людей, материальные блага, средства существования, то тоже человеческий род так же быстро закончится. Поэтому все это объединяется вот в таком тезисе, что определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. На ранних этапах развития человечества определяющим было производство людей, то есть кровно-родственные отношения. А с известного периода, с периода разложения первобытно-общинного коммунизма и создания рабовладения, на первое место в качестве определяющего фактора для развития общества выставило производство материальных благ. Кровно-родственные отношения никуда не делись, они тоже присутствуют, на все влияют. Нет, как, например, в настоящее время вся экономическая власть передается в России как по наследству. Не так, что вот если кто-то талантливый организатор, хороший инженер, нет. А у кого какой папа? Или мама? Если мама, допустим, жена бывшего мэра Москвы, Батурина, крупный миллиардер, то понятно, что ее миллиарды переходят к ее детям. И они передают тем самым и получают тем самым наследственным образом экономическую власть. А дальше экономическая власть очень легко конвертируется во власть политическую. У кого имеются достаточные суммы, тем легко решить проблему сбора подписей. Правильно? Как ее решить? Очень просто. Нанять людей, которые будут собирать подписи. Не скупиться. И быстро соберут. У каждой станции метро будут стоять люди, которым сказано, вот соберете подписи, получите за сегодняшний день. Пять тысяч не соберете, не получите. И быстро все это будет сделано. Это только для того, чтобы зарегистрироваться кандидатом. А дальше нужно иметь средства для введения пропаганды. Что у нас по закону? По закону у нас государственные средства. Они поровну распределяются. Скажем, вам 10 минут, мне 10 минут. Ну, я могу не 10, а 110 или 1010 минут купить на телевидении. Могу на радио. Если у вас таких денег нет, ну, вы и проиграете. У нас разенство, но есть ровнее. Равенство связано с неравенством в материальных богатствах. И поэтому, кто на выборах выигрывает в буржуазном обществе, если общественное бытие определяет общественное сознание. У нас какое общественное бытие? Буржуазное. Кто выиграет на ближайших играх? Какие партии? Буржуазные. Логично. Вот и все. Поэтому вот страдают некоторые люди. Кто победит? Кто победит? Кто победит? Вот я думаю, если мы с вами изучаем эти вопросы, страдать не должны. Мы уверены, что победят буржуазные партии. А как, может быть, иначе? Что в головах у рабочего класса? У большинства, по крайней мере. Что? Какая идеология? Буржуазная. А голосуют люди в соответствии со своими идеями. Какие у них идеи есть в голове? Правильно? И будут голосовать за что? За буржуазный партий. Скажем, если бы большевики исходили из того, что надо дождаться, когда за них проголосуют, не было бы социалистической революцией, за большевиков сколько проголосовало при голосовании за депутатов учредительного собрания? Какое они место получили? Первое или второе? Выборы учредительного собрания проводили. И кто на них первое место получили? Получили большевики? Нет. Большевики собрали потом учредительное собрание И предложили этому учредительному собранию записать в своем решении, что советская власть – самый высокий тип демократизма, более высокий, чем парламентская демократия. И что учредительное собрание одобряет все декреты советской власти. И когда учредительное собрание отказалось, большевики покинули это учредительное собрание. И дальше это учредительное собрание разошлось. А куда оно делось? А вот поехали в Ярославль, там пошумели, потом поехали к Колчаку, поскольку он верховный правитель России. Колчак их в тюрьму посадил. Это не все туда поехали, но значительная часть. Потом надоели они со своими выступлениями и заявлениями, их вывели и расстреляли. И никто не скорбит. Вот я, например, скорблю по убиенным депутатам учредительного собрания, и вам советую скорбить. Как так? Это люди живут? Тут их не вспоминают. Я так смотрю, вот мы в интересное время живем, со соком и шумом. Все только про царскую семью. Во-первых, она не царская. Царь же отрекся. Вот если я бы... У меня дети есть целых два. Если бы меня сняли с Вани профессора, была бы эта семья профессорской? По-моему, нет. Почему царская? Почему, говорят, царскую семью кто-то там убил? Я не разбираюсь там в вопросе о том, что там происходило. А просто сама постановка вопроса неправильная. В то время столько народу погибло, что как-то выделять особо вот эту семью, которая раньше была царской, по-моему, не следует. Но когда была... А зачем тогда? Надо было не отрекаться тогда, потому что она была царской. Правильно? Его, кстати, и обвиняют некоторые, все дальние деятели, белогвардейцы. Зачем он отрекся? Он отрекся Михаилу предложил, а Михаил говорит, а зачем мне это надо? Мне это не надо. И все, и корона упала. Но что-то, если она упала, а что тогда вы говорите? Что же это за царь такой, который отрекается? Так что никакой царской семьи уже не было с того времени. Так. Нет царя, нет его семьи. А человек есть. Николай II. Уже не II, просто Николай. Ну, это вот вопрос, уже, так сказать, о том, как это все применять и как использовать. Но мы с вами твердо знаем, что определяющим человеческой истории является общественное бытие. А общественное бытие – это производство материальных благ. Поскольку это такая важная методологическая установка, поэтому надо хорошо знать, а что такое производство. Вот, присутствующие здесь. Кто-нибудь может сказать, что такое производство? Вам есть способ отличиться. Производство, что такое? То, что вы не слышали этого производства, такого слова, я не поверю. Создание материальных благ. Создание материальных благ. А труд что такое? Труд создания материальных благ. Что у нас они так? Труд и производство соединились. Потом создание материальных благ. Вот солнце светит, и дикая природа, так сказать, она расцветает. Это материальные блага тоже. Срывайте, он с щавеля растет на полях. Можете срывать и есть. Малина, черники, завалите у нас вот тут. Клюква, целые болота. А вот там на севере, морожковые болота. Идешь там вдоль этой границы, Норвегии, там у вас был такой мешок. Вот такой мешок можно за час морожки набрать. Поля, конца края не видать. Создание, это материальный благ. Кто создает природу, матушка? Где тут производство? Создание обменности. А? Обмен. Обмен? С кем? Это вы берете определение труда, которое я вам давал. Что это труд? Это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет. Не просто вот сказать обмен и все. А то подумать, что природа и человек-торгаши друг с другом обмениваются. В ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Если мы даем определение, должно быть определение. А производство не так определяется. Но вы можете сказать, что вы должны определять в электр. Я и там сейчас скажу. Производство. Определяется так. Производство есть процесс присвоения предметов природы. В производстве есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. Так. Ну вот, поскольку это очень важное понятие, надо тут знать все слова. то есть все составные элементы должны быть тоже поняты. Процесс. Что такое? Кто скажет? Все слова знакомые. Но надо их определять. Что такое процесс? Ну вот, чем люди отличаются от обезьян или от попугаев? От попугаев. Попугаи могут повторить слова. А люди знают значение этих слов. Понятия. Понять значит выразить в понятиях. Поэтому мы не просто должны заучивать какие-то слова и повторять, а мы должны на такой вопрос, а что это значит, обязательно отвечать для себя. И на каком-то этапе своего развития в детстве мы просто повторяли слова, правда? И это было очень хорошо, когда повторяется. А сейчас мы находимся на каком этапе развития, когда надо же понимать, что мы говорим. И владеть своим языком, владеть понятиями. Тем более применительно к тем предметам, которые нас интересуют, к историческим. И вот, значит, изменение. Процесс. Процесс. Процесс – это изменение во времени. Вот и всё. Это процесс. Следующее понятие – присвоение. У нас определение такое. Процесс присвоения предметов природы в рамках определённой формы общества и посредством неё. Ну, давайте так всё и разберём. Процесс. Присвоение. Что такое присвоение? Что такое присвоение? Что-то надо мне пойти у вас и присвоить. Что бы у вас присвоить? Вот у вас бутылка с водой. Можно я её присвою? А что это значит? Присвоить. Ещё непонятно. Но что сейчас происходит? Вот я тоже считаю, что она у меня. А если она у меня, то это вообще на экономическом языке выражается так. Я владелец её. Почему? Вы собственник, всё нормально у вас, всё хорошо. Но владелец и я. Поэтому если я откручу и выпью, то вы останетесь собственником, я вас ограбил, а владелец-то я. Владение – это фактическое господство над вещью. То есть вот форточка эта хорошо открывается. Я открываю её и туда раз. Поскольку я владелец сейчас. И вы не успеете чего-то сделать, оно уже улесело. Хотите, покажу вам на телефоне. Это будет ещё более эффектно. Так. Теперь есть ещё категория. Пользование. Пользование – это для чего бутылка? Чтобы воду пить. Так я, поскольку я владелец, я не собираюсь её пить. Вот, пожалуйста, вы и пользуйтесь. Чем более вы собственник. Есть ещё понятие распоряжения. Кто распоряжается этой бутылкой? Собственник. Видели, я вас спросил. Можно я возьму? А так я бы схватил этот гравёш вообще. Причём в самом интересном народе. А я расспросил, поэтому она распоряжается. Она мне дала в целях методических исключительно. А пить она будет сама пользоваться. Так. Владение, распоряжение, пользование. Вот процесс присвоения. А что такое всё-таки присвоение? Вот идёте вы по магазину. Сейчас они без продавцов. И как раз булка хорошая. Расп, потом дали их. И кушаете. Идёте себе к выходу. Это что такое? Это какой процесс? Присвоение. Присвоение – это превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот, между прочим, когда я у вас хоть и с разрешения, но взял их. Это моя уже деятельность. Видите, я вот через этой руки, в эту руку, туда-сюда показываю. Это моя уже жизнедеятельность. Не ваша жизнедеятельность. Потом, если я далеко уйду, и все и забудут, что вы собственник. Дверь открою и пошёл. Может, у вас волшебная тут вода? У вас это мёртвая вода или живая? Я думаю, живая. Присвоение предметов природы, процесса – это превращение в свою жизнедеятельность. Значит, ещё раз. Что у нас уже получилось? Производство, есть процесс присвоения предметов природы. Некоторые затрудняются в вопросе о том, что предмет, что объект, а что субъект. Может кто-нибудь это сказать? Вам это нужно для своих курсовых работ, для дипломных. Что такое предмет? Что такое объект? Что такое субъект? Ну вот, начнём. Начинать надо с субъекта. Субъект – это кто такой? Или отдельный человек, или группа людей, или общество в целом. Правда? Всё это субъект. То есть, когда мы говорим субъект, мы имеем в виду обязательно не какой-то элемент природы, а человека. Или человека, или группа людей, или все общество. Раз. Если как только мы выделили субъекта, всё остальное по отношению к этому субъекту – объект. Даже другие люди, если они не попали в число субъектов, если сейчас субъект я один, так, я преподаватель, тогда вот те люди, которые слушают лекции, они объекты. Вот. А если вы сдаёте мне экзамен, который будет у нас с вами 19-го числа, июня, то вы будете субъект, а я буду тот объект, который воспринимает, что вы сдаёте. Так, а потом, когда я буду ставить оценку, я буду субъектом. То есть, у нас быстро меняются роли. Вот. А предмет что такое? Вот если вы исследуете, то, что вы исследуете, это объект вашего исследования, правда? А вы что, всё будете исследовать? Или какую-то сторону того, этого объекта? Сторону. Вот та сторона, которая является предметом вашего непосредственного непосредственного интереса, чему вы посвящаете своё исследование, это предмет исследования, или просто предмет. Когда говорят предмет, то это предмет для чего-то. Имеется в виду, что он для чего-то, для какого-то субъекта, а не просто. Ну, возвращаемся к определению производства. Производство есть процесс присвоения предметов природы. То есть, а что у нас не предмет, а природа? Почти всё. Вот кроме нас с вами, которые тоже вообще к природе относятся, но мы уж выделились как субъекты. А всё остальное предмет — это природа. Только природу различают на какую природу. Дикую, скажем, девственную, и природа очеловеченная. Вы на чём сидите? На природных предметах, но очеловеченных. В каком помещении? Мы созданы не так, мы какую-то пещеру забрались, карстовую. А мы находимся, построены людьми из природных же материалов. Тут присутствует дерево, вот мы видим очень стены деревянные. И стулья окружательность деревянные. Это, так сказать, под кожу сделано, но не кожа. Как вы понимаете? Это раньше сидели на коже, а сейчас вы обойдётесь. Мы считаемся, что можем обойтись. Кожаных почти уже и нету предметов. Но искусственная кожа. Что значит искусственная? То есть из каких-то предметов природы изготовленная, а человечная природа. Ну вот это предметы природы. Пойдём дальше. Производство есть в процесс присвоения предметов природы в рамках определённой формы общества. Форму общества мы с вами уже перебирали. Это формации общественно-экономические. Или первобытно-общинный коммунизм, или это рабовладение, или феодализм, или капитализм, или коммунизм, вышедший из капитализма. Вот форма общества. В рамках определённой формы общества и посредством неё. То есть присвоить можно только посредством общества. А без общества, если общество... Вот если общество все дружно скажет, что вот эта вот, между прочим, бутылочка моя, можно даже проголосовать. Особенно ближе... Чем ближе к экзамену, тем больше голосов я наберу. То есть тогда мы узнаем, чья это вот вещь посредством общества. Для этого надо ещё знать одну категорию, которую я тоже вам дам. Категорию собственности. Поскольку как раз вот в этом плане, в плане знаний этой категории, можно сказать, у громадного большинства населения большой пробел. Что такое собственность? Вот можно сказать, что если это ваша собственность, то это ваше отношение к этой бутылке? Вроде бы и можно, да? Что это ваше отношение к этой бутылке. А раз у вас такие особые отношения с этой бутылкой, то вот когда я её вот заберу сюда, вы скажите, чтобы она побежала к вам. Если бы эта собачка ваша была, да ещё она дрессирована, и сказали, жучка, жучка, и она бы жучка раз от меня удрала, и даже вырывалась бы. А она что-то в эту бутылку не вырывается. Она даже вот почти приросла. Я всё время её превращаю в процесс своей жизнедеятельности. Видите? То есть это происходит присвоение. А собственность – это не просто отношение субъекта к чему-то там, к каким-то объектам, а отношение субъекта к объективным условиям производства. К объективным условиям производства. Ну вот эта вода может рассматриваться как к объективным условиям производства. Я, говорит, без этого лекции слушать не могу. Потому что и так, хотя я вроде много воды наливаю, всё равно считается, что мало, и ещё берут с собой бутылки для воды. Отношение к объективным условиям производства как к своим. Вот так определяется собственность. Сейчас мы поверим, как вы условили. У вас собственность на вашу голову есть? Да или нет? Не слышу? Ну собственность на голову есть? Мы же ещё даём определение, чтобы им пользоваться. Есть? А что, она с объективным условиям производства, ваша голова? Я всегда думал, что голова – это субъективные условиям производства. Что ей думают. А вы что, годи будете забивать головой? У вас крепкая голова? Я бывает, что я знаю. Ага. То есть вот это… А собственность на руку у вас соль есть? Угу. Зачем вам категория собственности для того, что и так ваша? Природным образом. То, что ваша природным образом, не нуждается в категориях собственности. Не нуждается. Ваша и та голова ваша, и рука ваша, и нос – всё ваше. А вот категория собственности нужна тогда, когда то, что не ваше, становится вашим. Потому что это вообще проблема считать. Откуда вы взяли эту вообще бутылку? Что, она так выродилась, что ли, из этой бутылки? То есть она природным образом. Это точно не то. Это вообще под вопросом стоит. Надо вообще разобраться. И как-то посправедливость этот вопрос решить. Как-то один человек без бутылки, другая всё время с бутылкой. Ну, уже постояла там, пусть здесь постоит. То есть, когда вот вы в плаще сидите, да? Вот этот плащ, он ваш? Нет, и вы в курточке. Так, вот эта курточка. Что значит ваша? Вы с кого сняли её? Или не сняли? Она что, природным образом ваша? Вот в отношении вашей головы, руки, тут собственность для этого не нужна категория. Тут так ясно. А вот для того, чтобы вот ваши платья, туфли и так далее считались вашими, что для этого нужно? А для этого нужна категория собственности. Для этого надо, чтобы общество относилось к этому предмету, к вашему, как к вашему. То есть отношение субъекта к объективным условиям производства, как к своим. Как вы можете относиться как к своей, если другие не будут относиться? Если все будут относиться к этому, что это не ваше, то вы не сохраните это никоим образом. То есть это только по внешней форме отношения субъекта к объективным условиям производства. А на самом деле вся суть собственности в последней фразе – как к своим. То есть для того, чтобы это был бы предмет собственности, ну представьте себе, там авария какая-нибудь, рука отлетела. И начинают спрашивать, чья рука. А пока она при вас, вопрос не стоит. Вопрос о собственности может встать только вот когда вот это разделение происходит. А все, все не ваши, так сказать, природным образом предметы, они все под вопросом, чьи они, как общество к ним относится. Если общество признает за вами это, то это ваша собственность. Если общество откажется признавать, то это уже не ваше. Поэтому так меняется отношение собственности в революцию, которую мы рассматривали. То она была собственность капиталистов, а потом бац, национализация. А что такое национализация? Это общественный же процесс. Национализация предшествовала, рабочий контроль. Что такое рабочий контроль? А не вмешивайтесь. Вот вы пойдете, если контролировать, не вмешивайтесь в процесс производства. Сидите себе, смотрите. Ваша задача сидеть смотреть. Будете смотреть до января, а в январе будете директором. А до этого смотрите, как они управляют. Все. А в январе 18-го года национализация. Это что означает? Присвоение предметов природы в рамках определенной формы общества. Какой? В рамках уже советского государства и уже социалистического общества. В становлении, правда. И посредством нее, посредством государства, прежде всего. Все. Государство объявило. Государство – это сила. Попробуйте вы не признать. Не признаете – все. Меры принимаются. Никто поэтому и не выступал против национализации. А что выступать? Выступать надо было раньше, когда была революция политическая. А тут уже поздно выступать. Уже вопрос решен. О том, кто может так выступить. И собственность становится общественной. Но не вся. У нас вот этот длительный был процесс. Движение частной собственности к общественной. Потому что у нас было пять укладов в России. Когда вот национализировали, то только малая часть национализированных предприятий по плану подчинялась обществу. Производила то, что нужно обществу и так далее. Вот эта малая часть составляла коммунистический уклад. Все остальные национализированные предприятия – это госкапитализм. То есть государство – собственник. А все идет как при капитализме. Рынок решает, что кому чего сделать. И где вы берете сырье. И что вы делаете. Только не обращайтесь в правительство и государство. Как работали, так и работаете. Но прибыль, пожалуйста, сдайте государству. Поэтому у нас, например, тот же самый Роснефть, прибыль сдает государству. Она тоже как частное предприятие, так и организована. Не государственная. Поэтому они думают, если мы нагоним себе большую зарплату, то государству мы прибыль-то отдадим. Ну, меньше просто. У него задача другая. Как можно меньше дать государству, как можно больше себе набрать. И вот если мы наберем себе больше, это как бы в издержке идет. Затрата. Не оспаривается. Поэтому пока нет планомерности, нет планомерного подчинения производству общественным интересам. Это собственностью не общественные. Хотя они национализированные предприятия. Названия какие хотите, напишите. Советские, просоветские, социалистические. Ничего из этого не выйдет. Пока они действуют как частные предприятия. Но прибыль сдает государству. Можно сделать вообще бесприбыльное производство. Все себе в зарплату. Все, что вы сделаете, все себе в зарплату. Придет, получаете человек от государства прибыль. Вот вам. Ну, там, копейки оставьте, рубли заберите. Еще был частно-хозяйственный капитализм, поскольку не все было национализировано. Так что он еще, так сказать, это он конкурировал с государственным сектором и с госкапитализмом. Еще был мелкотоварный уклад. Это значит, мелкие буржуа, мелкие ходячики, работающие на рынок, производили продукцию и выносили ее на рынок. Ну, вы с ним собираетесь бороться? Не надо с ним бороться. Зачем с ним бороться? Административным путем. Вы сделаете лучше и дешевле, и будут, пойдут покупать у вас. И поэтому борьба одна. В период строительства социализма вы должны делать на государственных предприятиях продукцию дешевле и лучше, чем частник. Если вы не делаете, значит, плохие вы эти революционеры. Если вы делаете, ну, тогда люди будут не участников покупать у вас. Ну, а, скажем, колхозные рынки существовали, потому что там производились продукты. Во-первых, у нас в сельское хозяйство вообще производство овощей и мяса ручную делалось и сейчас почти ручной труд. А что касается того, какие цены устанавливаются, у нас лучше там продукция более качественная, но там более высокая цена. Два с половиной. Вот это и присвоение, превращение в процессовую жизнедеятельность в чистом виде. Подошло. Так. А есть еще патриархальный уклад. То живут люди, не ходят на рынок, ничего не покупают. Производят себе картошку, свинья у них есть, свинину будет, сало будет. Да, куры есть, яйца будут. Ну, и живут себе. Огурцы засолят, квас под лавкой. Патриархальный уклад. Ну, этот патриархальный уклад долго держится. А зачем с ним вообще воевать? Зачем с ним воевать? Зачем с ним оперировать? Вот, хотят люди так жить, привыкли, пусть и живут. Поэтому вот этот период, который был у нас, переходный период, был довольно длительный, 18 лет. С 1917 по середину 30-х годов, по 35-й годов. Довольно длительный период, в ходе которого остался один по существу. Коммунистический уклад. И тем самым Россия вступила в первую фазу коммунизма. И эта фаза, можно сказать, просуществовала до начала 60-х годов. До 22-го съезда партии, где начался обратный процесс. Отказ от диктатуры патриарта и движение вспять. Так, ну вот, значит, возвращаемся. Собственностью мы разобрались. Так у вас на голову собственности нету. Она просто собственная голова без всяких категорий. Зачем мне категория для этого? Собственностью разобрались. Возвращаемся снова к производству. Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством ее. Раз производство и процесс присвоения, оно дает и собственность тому, кто присваивает. Правильно? Вот они очень связаны, эти категории. О чем отличается производство от труда? Труд – труд. Труд – это вот целесообразная деятельность по созданию материальных благ. А производство идет и тогда, когда труд не идет. Вот скажите, пожалуйста, сейчас идет производство пшеницы в России. Идет. Какой пшениц? Как называется та пшеница, производство которой сейчас идет в России? В чем загадка? Идет производство? Вы сказали – да. Да, но, говорит, не скажу. Дальше они сами думают. Какой пшениц это? А? А когда ее посеяли, эта пшеница, которая производство сейчас идет? В прошлом году. В прошлом году? А когда точнее? Когда сажают? Когда сеют эту пшеницу, которая сейчас растет? Примерно, в каком месяце? Ну, прошлый год большой. Еще в прошлом январе, что ли? Ну, в северном. Ну, когда? А? Осенью. Да, он все ближе и ближе к цели. Осенью. Он уже тут горячо совсем. В августе? В сентябре или октябре? Это все, вот выбор это осталось за один месяц. Нет, августе это лето уже, значит. Осенью, это сентябрь, октябрь, ноябрь. В ноябре. В ноябре, сажим, сеют? Что, в ноябре морозы уже? Какой там посев? Вы что? А в сентябре еще убирают. Остается вот в октябре посев. Или как называются те культуры, которые посеваются в октябре для того, чтобы урожай собрать в следующем году? Как называется? Азимы. Вот видите, как? Ну, и дошли. Азимы и культуры. Азимы и пшеницы. Поэтому вопрос о том, какая пшеница сейчас растут, производство которой сейчас идет, сейчас идет производство азимой пшеницы. А производство яровой пшеницы идет сейчас? Не идет. До яровой пшеницы далеко. И азимая пшеница очень сильно выгорит, потому что сейчас вот начинается таяние снегов. Уже азимая пшеница сейчас будет эту воду потреблять. И пойдет в бурный рост. А сеять нельзя. А почему нельзя? Потому что невозможно. Потому что все поля развезло. И туда техника просто не может выехать. И чтобы начать сеять, надо, чтобы основная вода была, ушла. А это вот та вода, которая получает азимая культура. Поэтому азимые культуры, конечно, более рослые, более крепкие, более устойчивые к болезням. Они и зиму пережили. Но те, которые не пережили, тех пересевают там. Какие-то участки яровой пшеницы засевают эти участки. И поэтому они дают значительно больше урожая. Значительно больше урожая. Да это вообще и в природе, как вы понимаете, травы все свои семена выбрасывают в лесу, что ли? На тротурах выезжают или они выбрасывают прямо осенью? Осенью же. В основном все растения такого типа однолетки, они все выбрасывают свои семена осенью. И наличие зимы, ну вот их укрепляет. И после этого обеспечивается всхожесть. Если они где-то в тепле остались, то могут и не взойти. Так, что у нас получилось? Вот получилось, что есть такие культуры, которые растут, производство идет, а труд в это время не идет. Вот так как вы сейчас сидите, работники сельского хозяйства по отношению к этой пшенице, ничего сейчас не делают. Но идет уже организаторская работа, заключаются договоры на то, какие и кто придаст комбайны. В каких грузовиках будут вывозить, договариваются с теми предприятиями, которые хранят это зерно и будут ее приобретать и так далее. То есть это все уже идет, и это все тоже идет присвоение предметов природы, которые еще растут. А пшеница еще один и растет, а ее присвоение уже идет. И известно о том, куда она намечается, что пойдет на экспорт, что не пойдет на экспорт, останется внутри. Вот у нас, например, очень быстро и сильно расширился экспорт зерна, пшеница. А почему? А потому что скотоводство у нас в таком тяжелом положении, что у нас было в начале 90-х годов 20 миллионов голов скота, а сейчас 9. И его порезали. Поэтому стадо молочное маленькое, а раз маленькое, то и не надо кормов такое количество. Высококачественных зерновых комбикормов. И поэтому, между прочим, а еще у нас часть молока добывается за счет того, что у нас коровы не очень породистые, поэтому часть, или больные, их надо забивать. И вроде прирост мяса появляется. Прирост мяса появляется за счет сокращения поголовья. Это не очень хороший процесс, который идет. То есть процесс в производстве, скорее всего, не очень хороший. Но видимость такая, что у нас зерна завалит. Так потому и завалит, что она не идет на корм скоту. И даже уже активно обсуждается в печати, как бы это вот фуражное зерно, а это как раз зерно на корм скоту, почему бы его не употребить в хлеб? Вот если я был бы производителем хлеба, капиталистом, то поскольку фуражное зерно дешевле, я бы поддержал эту инициативу. У меня бы прибыль выросла. Правильно? Зачем я этого запою, зерно? А вы такое сидите, фуражное. Ну, оно не будет одно фуражное, так вот смешать там все. Потом спрашивают, что такое не такой вкусный хлеб? Да потому что у меня задача не в том, чтобы вам было вкусно, а чтобы у меня прибыль была большая. Какая у меня задача? Цель какая у капитала? Само взрастание этого капитала, прибыль. Можно подумать, что, скажем, это пальмовое масло, кокосовое и прочее масло шик кладется из-за того, что они вас не любят, те, кто делают такие конфеты или такие печенья, или такие пирожные с этой всей дрянью. Да просто оно в пять раз дешевле, чем сливочное масло. Поэтому молочный жир изымается, и все. А вы бы, если были капиталисты, вы бы сказали, нет, я хочу капиталист, я буду брать дорогое и делать из него дешевое, как Роберт Оланд. Разорение было бы. Вот в том-то и дело. В том-то и дело. Может, разорения бы не было, но богатства было бы меньше. И это сплошь и рядом сейчас мы наблюдаем. Но это не характеристика, личная характеристика каких-то там людей, капиталистов. Это характеристика производства. Какое производство, такое присвоение. Вот, видите, покупайте то, что вам дают, и присваивайте то, что есть. А особые люди себе сделают из натуральных продуктов все. По особой цене. Хотите посмотреть, по какой цене, сходите в Елисеевский магазин. Туда некоторые люди с фотоаппаратами приходят, чтобы посмотреть, сфотографировать ценник. Там, допустим, Калбаска, 1000 рублей 100 грамм. Надо написать было, суденческое. Какое-то название, да, ошеломляюще. Вот, то есть, производство не следует путать с трудом. Это разные категории. Скажем, в производстве вина та же самая история. Вино делается из чего? Из винограда. Виноград сначала, если бы, сжимает сок. Это, получается, сусло. Из-за того, что можно сделать сок виноградное, можно сделать виноградное. Виновое. Идет брожой, он разливает бочки туговые. И кладут. Куда? В погреб. И дальше идет производство. Производство идет. Твердание. А производство идет. Ну, так, потом, строго говоря, если очень долго, они иногда там переставляют, может быть, перемешивают еще. Бывает такое дело. Но, как правило, вот оно выдерживает. Чем больше выдерживается это вино, выдержанное, чем оно дороже стоит. А почему? Столько, может, по всей делу рядом и выдержали 11 лет. Там сила в этом вине. Можете себе представить? Необыкновенная. Поэтому и цена, соответственно. Как быть, люди, которые пьют это вино, вот сейчас такой силы наберемся и выпьем этого вино. А то, что вот это молодое вино, ну что это? То же самое. Производство идет. Продание. Да даже если вы возьмете обычное, знаете, производство станочное. Смотрите, вот станочное. Оставь деталь рабочий. Настроил. Включил. И наблюдать. Но пока он наблюдает, вроде и труд еще идет. Но если он пошел покурить в это время, то он знает, что это будет обработка идти там 20 или 30 минут. Но если он пошел курить, то это точно уже труд не идет. А производство идет. Но тем не менее, то есть мы должны понимать близость понятия труда и производства. И в то же время понимать, что понятие производства это более широкое понятие. И для производства что? Какие его элементы? Этого производства? Что включается в это понятие? В производство включаются, во-первых, производительные силы. Сразу хочу сказать, что мне приходится встречать произведения, в которых написано производственные силы. Такого не было. Сразу видно, что человек неграмотный в области экономики. Такого понятия производственные силы нету в природе. Нет, в природе есть. В науке нет. Производительные силы. Что является? И кто является главной производительной силой? Главной производительной силой всего человечества является рабочий, трудящийся. Тот человек, который непосредственно производит материальные блага, создает материальные блага. А посредственно все участвуют. Балерина очень хорошо танцует. Рабочие пришли, посмотрели на следующий день у них на 5% больше производительной силы. Так. Или вот допустим, вы, скажем, что это рабочие, а я вам лекцию читаю. Вот вы послушали лекцию, и вот стали лучше работать. Тоже. Или, как говорят сами про себя, певцы, вам песню строить, нам жить помогать. Кто хочет убедиться в этом, пойдите, доезжайте до Тарховки. Там такая высыхутка, если на ней, на пересечении с проспектом Советским встают два огромных дома Иосифа Кобзона. Когда на них посмотрите, вы точно должны будете сделать вот это. Один вот круглый такой, как дом культуры для одного человека. Наверху на горе, он чуть пониже, на Советском проспекте. Забор с гладиаторами гранитными. Вот там, ну, вот, скромный домик певца народного. Так что, вот, вы можете в этом убедиться, что вам песня строить, нам жить помогает. Ну, если возьмете Аллу Пугачеву, вы не видели домик скромный Пугачева и Галкина? Ну, я видел на Рублевском, что-то, замок такой, остроконечный, высокий такой. Не дом, а песня. Я бы переменовал Рублевку и Долларовку, но меня никто не спрашивает. Извилися дорога такая, с большими заборами по пять метров по двух сторон и двойными. А извилися, наверное, нравится этим сотрудникам службы охраны. Потому что так не простремнешь. Но все время поворачивать. Поэтому ее не спрямляют. А у нас вот Приморская шоссе как пошла, как стрела в Финляндии, и все. Ну, темнота. Так. Значит, производительные силы что? Еще какие производительные силы? А еще средства производства. Средства производства. Вот средства от слова. Средний член вообще приходит. Средний. Вот между человеком и природой есть что-то среднее. Вот это средний. Человек берет вещество природы, очеловеченное уже, и использует его как средний член, как инструмент, как средство для преобразования природы. И вот этот средний член все время совершенствуется. Средство. Но это какие производительные силы? Пассивные. Так что кто приводит в движение средства производства? Человек. И трудящийся. Средства производства. А те отношения, в которые люди вступают, чтобы производить, как называются? Производственные отношения. А производительные силы, взятые вместе с их соответствующими производственными отношениями, называются способом производства. И вот на этом способе производства строится уже политическая, идеологическая, юридическая надстройка, соответствующая этому способу производства. Всего существует пять способов производства, и, соответственно, существует и пять общественно-экономических формаций. Столько способов производства, столько общественно-экономических формаций. Вот это будет. вот способ производства олицетворяет собой социальное бытие, то есть, если мы хотим пользоваться методом исторического материализма и объяснять что-то, что происходит, мы должны обратиться к социальному бытию, так а вот теперь это социальное бытие, а что такое социальное сознание, мы с вами знаем, что такое индивидуальное сознание, правильно? Это сознание отдельных людей, а если мы просто сложим, так сказать, возьмем совокупность сознания, получится общественное сознание? Нет, потому что общественное сознание входит еще и сознание тех людей, которые жили до тех, кто сейчас являются живыми, правильно? Эта человеческая культура, она нарастает, нарастает это знание, поэтому общественное сознание, это все накопленное обществом, это общественное сознание богатым является, и оно становится все время богаче по мере развития общества. И что мы должны сказать, в отличие от такого высказывания, которое относится к решению вопроса о том, что первичное, что вторичное, материя или сознание. Здесь мы можем уже сказать не просто, что первичное, что вторичное, что социальное или общественное бытие определяет общественное сознание. Определяет общественное сознание. Что это значит? Это не означает то, что сознание ничего не значит, потому что люди в своей сознательной деятельности, в том числе и в ходе производства, изменяют свое бытие и меняют тем самым свое сознание. И для того, чтобы действовать, скажем, в процессе труда, они ставят цели. А цель – это тот результат, к которому стремятся. Правильно? То есть у них есть стремление, есть движение, есть мысли и так далее. Но в чем здесь проявляет себя материализм, что общественное бытие является первичным в этом взаимодействии бытия и сознания, а общественное сознание вторичное. Не в том плане, что вот, ну, все определяется только этим общественным сознанием, обытием. Ничего подобного. Вот скажем, в буржуазном обществе какие могут быть взгляды? Могут быть в буржуазном обществе взгляды, кроме, во-первых, буржуазных в большинстве. Это первый вывод. Правда? Но мы не делаем же выводы, что только буржуазные взгляды. Пожалуйста, здесь есть рабочий класс, он входит в общественное бытие? Входит, поэтому тут есть взгляды прямо противоположные, взгляды пролетарские или социалистические. Это два. В-третьих, а мелкобуржуазия тут есть? Есть. А у него какая-нибудь есть последовательная, позитивная, так сказать, вот программа у мелкобуржуазии? Нету, потому что она, мелкобуржуазия, она и трудящаяся, она и собственник. Правильно? Мелкий буржуаз работающий на рынок. Мечтает он о том, чтобы стать настоящим хозяином, стать буржуа, а судьба его такая, что 90% с гарантией отправляется из мелкобуржуазии в ряды рабочего класса, опускается. Поэтому сознание мелких буржуаз смешанное, непоследовательное. Там они и за то, чтобы выбраться в капиталистов, превратиться, и за то, чтобы вместе с рабочими бороться и так далее. Поэтому какое отношение может быть вообще к мелким буржуам? К мелким буржуа отношение такое. Каждый из противоположных классов и рабочий класс и буржуазия пытается мелкобуржуазию делать своим союзникам. Труднее всего это сделать, как ни странно, буржуазии. Потому что буржуазия в своей практической деятельности постоянно душит эту мелкобуржуазию. В чем состоит конкуренция? В том, чтобы задушить своего конкурента. А кто побеждает в конкурентной борьбе? Крупный или мелкий собственник? Конечно, крупный. Поэтому на практике, в экономической жизни крупная буржуазия или просто буржуазия душит и преследует мелкого буржуа. Несмотря на широковещательные заявления о том, что мы будем поддерживать мелкий бизнес, ну это также как вот веревка поддерживает повешенного, как может буржуазия поддерживать мелкий бизнес. Потому что как только между собой борется буржуа, а уж с мелкими это разбирается очень просто. Как в Москве, скажем, совсем недавно разобрались с теми, кто имел все там бумаги, выданные от буржуазного государства на то, что у него в собственности находятся ларьки или павильоны для продажи таких-то вещей. Раз, если их подогнали, трактора-бульдозеры, экскаваторы, и нету этих. Все пошумели, пошумели. Ну что может мелкобуржуазия сделать? Ну что она может сделать? Поскольку она мелкобуржуазия, буржуазия не хочет защищать ее рабочий класс. Может только сказать, что мы бы такое не допустили при нашей власти, но власти сейчас не наша. И в итоге-то нету их. Или у нас, когда у нас Валентина Ивановна Дорогая была у нас губернатором. У нас были ларьки у каждой остановки транспорта. Транвай или автобусы сразу выходят, и тут вам по меньшей цене, чем в соседнем магазине, который в большом здании, вы можете получить продукты. И такие самые необходимые, которые красовали сразу, не теряя времени, купили без очереди и пошли дальше. В один прекрасный день, под предлогом, что ближе чем пять метров нельзя подпускать к остановке, что это мешает движению, пришли люди с болгарками и распилили все эти ларьки. И все. А дальше говорят, мы всегда поддерживаем мелкий бизнес. Ну, мы-то с вами изучаем закономерные вещи, то есть, что происходит в условиях капитализма и стихийной конкуренции. Крупный, конечно, капитализм всегда выигрывает и душит своих конкурентов. Причем, если он имеет власть, значит, он имеет возможность не только на рынке душить, но и через систему рычагов административных. Правильно? Ну, кого больше пробивается? Представители мелкой буржуазии во власть или представители буржуазии крупной? Конечно, крупная буржуазия там присутствует в первую очередь. Единая Россия – это партия буржуазии или мелкой буржуазии? Буржуазия, прежде всего. Вот она и решает все. Представители Единой России сейчас большинство, и они все вопросы могут решить, включая даже и вопрос с изменением Конституции. А какие мелкобуржуазные партии вы знаете? Вообще она мелкобуржуазная. Она буржуазная вполне. Что у нее мелкобуржуазного? Оно же яблоко участвовало в создании капитализма в России. Хотя это мелкобуржуазная задача. И, между прочим, получала финансы от Соединенных Штатов Америки, причем от ЦРУ, о чем писал журнал «Коммерсант деньги». Партия яблоко имеет свое название, с одной стороны, это символ Нью-Йорка, да? Яблоко. А с другой стороны, что такое яблоко? Там были такие деятели, они сейчас фигурируют на общественной арене. На общественной арене это Болдырев, если по алфавиту брать, Лукин и Явлинский. Явлинский знаменит тем, что он уничтожил, уничтожал сельское хозяйство в Нижегородской области. А в то время, когда Немцов уничтожал промышленность в Нижегородской области. А Болдырев известен тем, что он активно участвовал во всей создании всей системы разрушения социализма и создания вот тех условий. А ныне Болдырев, поскольку он пользуется тем, что не все эту историю знают, он выступает как бы от левых. Как бы от мелкобуржуазных элементов. Вот на сегодняшний день и поддерживается идея собрать всех левых. И они думают, что он, так сказать, принадлежит, можно сказать, чуть ли не коммунистическим элементам. Ну, поскольку по алфавиту, если поставить, там, получается, не очень красивое слово, там, Болдырев, Локинг, Явлинский, то переставили и написали яблоко. Красиво. Так что ничего такого мелкого. Вот мелкобуржуазная партия является КПРФ. Оно же за трудящихся, и за рабочих, и за мелкобуржуазию, и за мелкий бизнес. Вот. Ну, а что касается названия. Названия что-нибудь означают в политике? Ничего. Ну, чего, знаете, вот какое название было у большевиков? РСДРПБ. Ну, что это, Российка социал-демократическая. Рабочая партия. А что, плохое название было вот у фашистов? Какое было название в Германии у фашистской партии? Кто скажет? Национал-социалистическая рабочая партия. О, Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Если национал убрать, просто будет социалистическая рабочая. Красиво. потом у эсеров красивый назывался он больший куб социалисты революционеры, не какие-то там что-то рабочие, не рабочие, социально-демократическое вот, социалисты революционеры вот, и сейчас они есть справедливая Россия а вы за несправедливую то есть название в политике вовсе не обязательно означает соответствующее содержание но поскольку социальное бытие является определяющим в общественном сознании то мы должны из этого исходя понимать, что вот вся эта система парламентаризма которая сейчас существует в буржуазное время она гарантирует победу буржуазных партий путем всеобщего голосования, правильно? почему? потому что голосуют люди свободно, если свободное голосование проводится без... честное, честное то они голосуют исходя из того, что у них в голове а что в головах? если общественное бытие определяет общественное сознание в головах в основном буржуазная идеология поэтому и буржуазные партии обязательно побеждают есть какие-то примеры отступления от этого? нету ни одного исторического примера можно... некоторые пытаются в качестве примера рассматривать чилийский пример вот, дескать был такой социалист как его звали в Чили? президент Чили Сальвадор Ольенде слышали такого? в Чили была коммунистическая партия ну, она партионистическая была коммунистическая партия, но коммунистическая которую возглавлял Луис Каравалан а Сальвадор Ольенде до этих всех событий отличился тем, что вот здесь в нашем журнале большой такой журнал был за рубежом а была опубликована большая статья социализм без диктатуры пролетариата то есть выкиньте из своего социализма диктатуру пролетариата то есть главное в марксизме и кто не будет вам мешать на выборах ему никто и не мешал вот его партия победила он получил большинство где? в парламенте а парламент это это все, что нужно для власти? нет потому что главные инструменты государственной власти это что? это армия раз кто к армии командовал? пеночет это корпус карабинеров которому тоже никакого отношения Ольенда не имел это чиновники государственные и вся эта система в органах в том числе и силовых какая есть и вот пока Ольенда совершал процесс изымания земли у феодалов он решал то есть пока он решал задачи буржуазной революции ему никто не мешал как только он закончил сразу его значит и выгнали и воцарился в Чили фашизм вот это единственный пример и то этот пример как раз только подтверждает правила никаким он ведь коммунистом не был этот самый Ольенда никакого вооружения рабочих не обеспечил никакого противостояния от противоположной власти он не осуществил ну и в общем а вот эти серединные такие позиции привели только к ухудшению положения и стало еще хуже в Чили фашизм восстанавливался на долгие годы ну вот он закончился теперь можно ли сказать что буржуазия заинтересована фашизм если исходить из того что общественное бытие определяет общественное сознание следует ли из капиталистического бытия обязательность фашизма в каждой капиталистической стороне ну во первых фашизм не может появиться до империализма до империализма который представляет собой монополистический капитализм в котором уже развит финансовый капитал а финансовый капитал это банковский сращенный с промышленным и вот банковский сращенный с промышленным капитал прежде чем выдать кому-то кредит он должен сначала изучить всю ситуацию все положение тех кому он дает свой кредит правильно поэтому банки они по существу уже все знают не хуже государства где что у кого и как и они как бы все уже решают до того как оно будет решаться на государственном уровне до всяких парламентов и поэтому отсюда тяга у этого самого финансового капитала начать руководить непосредственно без этой всей надстройки за которой только деньги надо тратить все равно мы это все решим но только придется выкинуть много денег на оформление этого всего но чтобы эти деньги не выкидывать такая тенденция к фашизации это имеет место а фашизм определяется как открытая террористическая диктатура наиболее реакционных наиболее шовинистических элементов финансового капитала и главное слово здесь открытое то что любая буржуазная власть это диктатура буржуазии а тут идея речь вот об открытой то есть никаких не надо политических партий кроме одной не надо никаких парламентов не надо принятия законов вот есть фюрер он все решает тут же и правда но выяснилось что такая здесь тема она она во-первых привела к тому что после разгрома фашизма появилось очень много социалистических государств то есть она опасна для существования самой буржуазной системы власти раз во-вторых выяснилось что эти самые непосредственные руководители такие фюреры они могут наступить на интересы и самого буржуазного класса что предпримет этот самый непосредственный руководитель который без всякого парламента без всякого обсуждения с капиталистами с капиталистами тоже он же ни с кем ничего не обсуждает и это может привести к поражению капитализма в этой стране кстати немецкая буржуазия проиграла английская и американская и американская и английская буржуазия вовсе вовсе не захотелось оказаться в таком же положении. Поэтому они у себя внутри. В Америке, в Соединенных Штатах Америки или в Великобритании внутри фашизм не держат. Но на международной арене вовсю применяют именно такую открытую террористическую диктатуру, потому что налет на Югославию, разрушение независимого югославского буржуазного государства. Это что такое? Самое, что ни на есть, фашистская авция. Что такое разгром Ирака? Прилетели из законного президента, который был избран всенародным голосованием, его повесили. Что сделали с Ливией? Уничтожили вообще государство. Президента этого самого ливийского государства разорвали просто на клочьях, как дикие звери. То есть для современного этапа нашего развития исторического характерен фашизм на экспорт. Или вот сейчас решил президент Трамп нанести по суверенному государству Сирии удар. Он ни с тем не стал это обсуждать. Есть Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций. Он даже не только с блоком НАТО, он даже не советовался со своим парламентом. Для парламента это было новость. Для Сената США и Палаты представителей. Раз. И наносится удар. В этом плане можно сказать, что российское государство в настоящее время по объективному положению дел противостоит фашизму на экспорт американского. Китай все наши, так сказать, действия на международной арене по противодействию вот такого рода расползания фашизма на экспорт тоже поддерживает. Ну вот теперь надо сказать, что когда мы говорим об общественном бытии, общественном сознании, то, конечно, у общественного сознания есть активная преобразующая роль. То есть определяющим-то является общественное бытие, но общественное сознание не пассивно, оно может сыграть известную мобилизующую роль. И все преобразования общественные, конечно, происходят, проходя через общественное сознание. Скажем, если вы берете государство социалистическое, там просто составляются планы развития, и согласно этих планам изменяется жизнь. Если вы берете сейчас условия монополистического капитализма, то, например, в России созрели условия для того, чтобы осуществлять государственное планирование в крупных масштабах. А именно, если еще несколько лет назад государственный сектор у нас, в России, был порядка 30%, на сегодняшний день 70%. То есть под эти разговоры о поддержке мелкого бизнеса и мелких предпринимателей вырастало крупное монополистическое государственное производство. И на сегодняшний день, если судить по объему валового продукта внутреннего, то государственный сектор упускает 70% продукции. Значит, в пределах одной монополии возможен и необходим плановый подход к решению всех проблем. Вы знаете хоть одну монополию, кроме России, в которой бы не было плана? Ни одной нет такой монополии. Вот сейчас получилось российское государство, это единственная монополия в мире, которая плана никакого не имеет. А план в рамках одной собственности можно составить, реализовать. А за рамками этой собственности, а за рамками дальше можно давать заказы. Кто отказывался сегодня будет от государственных заказов под гарантией государственного финансирования? Никто не будет. И тогда можно построить программу развития России, программу развития страны, которая бы выполнялась планомерно. По плану основная масса предприятий государственные и в рамках системы заказов, в рамках программы остальные предприятия, которые в этом участвуют капиталистически. Вот в чем особенность современного периода. И как с этим дело обстоит. С одной стороны хорошо. А именно принят закон о стратегическом планировании. А что плохо? А плохо планирования нету. Закон есть о стратегическом плане, а планирования нет. И под стратегическим планированием наше Министерство экономического развития понимает не что иное, как составление прогнозов. Вот я могу сейчас начать прогнозировать, куда кто пойдет. Вы, наверное, пойдете в библиотеку, вы в столовую. Вы пойдете побеседовать с другими своими коллегами. Я напрогнозирую, какая у меня ответственность, какой смысл этих прогнозов, что они означают? Ничего. И вот они вот выдаются Министерством нашего экономического развития имени Улюкаева. Которая сидит в СИЗО. Выдаются за реализацию вот этого самого закона о стратегическом планировании. Плана нет. А потом, когда мы говорим о воздействии сознания на бытие, у нас есть такой инструмент, как Академия Наук. Это вот такая организация, которая могла бы составить план развития России. И программу развития России. А что с ней происходит? А с ней происходит следующее. У него нет руководства. Он в том же день временный там руководитель. Все институты собраны в кучу и отданы одному человеку Котенкову, замминистра. Он управляет всей научно-исследовательской работой всех академических институтов. И за каждой бумажкой средствами на эти бумажки надо обращаться к этому Котенкову. То есть отобрали. И превратили Академию Наук в своего рода клуб такой ученых. Ну и самое-то главное, что она им не дана. Задача преобразования России, она не поставлена, как на государственном уровне. А раз она не поставлена, то Академия Наук разрушается и прозябает. Вот то, что здесь у Моносов, оно сейчас находится в процессе разрушения. Ну и понятно, что в известном процессе разрушения находится и образование. Наверное, вы чувствуете. Я думаю, все понимают, что за пять лет можно было более крупным специалистом стать, чем за четыре. И от того, что мы сделали переход к бакалаврам, можно подумать, что что-то можно иметь против специалиста. Специалисты, хорошо? Вот я, например, когда учился здесь, закончил, стал специалистом. Что значит специалист? Могу поступать в аспарантуру. Могу преподавать в ВУЗе. Могу иметь в своем подчинении, если я на государственной службе, больше, чем одного работника. А у бакалавров все это отобрано. Дескать, вы закончили там какое-то образование? И идите. Ну, если уж очень надо кому, идите в магистратуру еще два года. А если или сами вы платите, или родители, пусть вам ваши платят. А что это превращается? Вот я наблюдаю. Я, поскольку в магистратуре тоже преподаю, там сидит всего, допустим, магистрантов. Магистрантов пять человек, приходит два-три. А почему? Можно их ругать за то, что они поздно приходят? Да они на работе. Потому что им надо как-то выжить же, два года прожить. Поэтому идет общая... Единственный ВУЗ, в котором не ухудшилось образование, это Московский государственный университет. Поскольку Московский государственный университет взято за правило, что в магистратуре должно быть ровно столько же людей, сколько в бакалавриате. То есть весь бакалавриат пошел в магистратуру. А у нас совсем не так. А где они когда-то занимаются? А вечером. А вечернего нету, чтобы люди, которые заняты на работе, не могли получить высшее образование. Его позакрывали. Не везде. Вот я преподаю у журналистов, там есть... Вечерний не называется, называется очно-заочный. То есть я так понимаю, что то ли я его вижу, то ли не вижу. Там ходит, то не ходит. Очно-заочное обучение в очень хорошем названии. Тоже работают, естественно они. Поэтому они всегда попадают. А поскольку магистратура вечером, то вот и получилось, что вместо вечернего магистратура заняла место вечернего обучения. Потому что на вечернем и так было больше лет. Не 5, а 6 и занимались вечером. Вот в 17.10 начинаются занятия магистратурой у нас. Я не знаю, как магистратура исторического, в пути это у нас на институте философии, в 17.10 занимается вся магистратура. То есть они вечерники. То есть вечерник остался под другим названием, под названием магистратура. Никакой особенной магистратуры нет. Вот картина, которую мы получили. Поэтому возможности влияния колоссальные у общественного сознания на общественное бытие. А не так мы должны говорить, что детская жизнь, такое бытие, так этим все объясняется. Но люди-то они сознательные, они могут сознательно вести борьбу за изменение положения и в общественном бытии тоже. Правильно? В том числе, вот скажем, само создание социализма начинается с чего? Изменение настройки. А в чем определяет себя или проявляется определяющая роль бытия? Вот те рабочие, которые осуществляют социалистическую революцию, они же, будучи элементами капиталистического, боятся, заинтересованы в уничтожении, эксплуатации. И эта заинтересованность в полном уничтожении классов, она имеется и при капитализме, и при социализме, и пока до самого полного уничтожения классов, до полного коммунизма. Поэтому вот эта определяющая роль экономического бытия, общественного бытия, она проявляется в течение всего этого длительного периода. И если вот от этого отойти, забыть об этой определяющей роли, и сказать, давайте, не надо диктазу, а где такая сила, которая приведет человечество в коммунизм. Это что? Номенклатура. Номенклатура быстренько расселась и реализовала свои властные полномочия в капитал. Вот что произошло с 1961 года по 1990-й, это вот превращение номенклатурных своих постов в капитал. То есть они сначала это был капитал единый, а потом чубайсовско- чубайсовские, так сказать, времена и гайдаровские, все это разделили на кусочки. И когда разделили, получили частно-хозяйственный капитализм, который снова сейчас уже превратился в государственно-монополистический империализм в России. Вот такая картина тут вырисовывается. Ну и надо сказать вообще, что само это понимание с одной стороны определяющей роли общественного бытия и с другой стороны преобразующей силы общественного сознания очень важно, потому что идея, когда она владевает массами, она становится материальной силой, когда владевает массами. Поэтому она в борьбе борющихся сторон добавляет значительный вес той стороне, которая свои идеи распространяет, свои идеи внедряет. Поэтому не так надо понимать механически какое бытие этим все предопределено. Нет. Изменения возможны, причем изменения общественного бытия даже на противоположном. В чем собственно и состоит совершение социалистической или там буржуазной революции. В зависимости от того, на каком этапе развития находится человеческое общество. Скажем, период буржуазной революции, выступили просветители и все общество поднялось на более высокий уровень благодаря тому, что прогрессивные идеи осветили все общество. почему мы и сейчас должны опираться на передовые идеи, которые были упражнены в то время буржуазной. таки есть ко мне вопросы? Нет вопросов. Я вот уже говорил, что мне позвонил диспетчер и сказал, что планируется 16-го числа, пятницу, июня консультация для вас, на которую вы будете задавать вопросы, а я буду отвечать. в понедельник в 12 часов 19-го экзамен. А экзамен будет задаваться так. Я вам диски давал с программой. В программе есть экзаменационные вопросы. Вы убираете два любимых, пишите два листочка маленьких, можете больших. Больше, чем два не надо. Так, приходите ко мне, я смотрю. Если у меня есть какие-то вопросы, я еще задаю. Если у меня есть поправки, я редактирую. Тогда я вам даю возможность подумать, вернуться на место и снова ко мне прийти. А если надо, еще прийти. А если надо, еще. И так до вечера. И получить хорошую и отличную оценку. Историки вообще в подавляющем большинстве по этому курсу у меня получали отличные оценки. Сколько раз вы ко мне будете ходить, это не имеет значения для оценки. Важно, что вы... Я же не домой вас отправляю, а посидеть и подумать. когда вы думаете над философами. Философы вы. Может, больше никогда философами и не будете некоторых. Поэтому я продлеваю ваше философское существование и, так сказать, вот мы с вами расходимся потом. Вот такие у нас перспективы уже наметились чуть ли не на два месяца вперед. Спасибо за внимание. Успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!